Всем привет! Ну что, у нас сегодня новый цикл лекций начинается, и сегодня мы с вами говорим про Бахчисаревский фонтан. Сейчас мы по традиции подождем, пока все подключатся, все получат сигналы о том, что они в прямом эфире, что я в прямом эфире, и будут потихонечку-потихонечку заходить, так что ждем всех. И пока мы с вами начинаем, привет-привет, Лера. Знаете, я подумал, у нас только лекции с вами проходят, мы последнее время все чаще-чаще встречаемся по вечерам перед онлайн-просмотрами спектаклей. Так вот, может быть, нам придумать какое-то название для наших таких еженедельных лекций? Давайте с вами обдумаю этот момент. Если у вас есть какие-то мысли по поводу того, как можно назвать нашу вечернюю встречу, давайте, пишите тогда. Будем вместе голосовать в какой-нибудь лекции для Днида, например, и так далее. Вот, да, напишите сразу же, пожалуйста, как нормально ли, как говорится, видно и слышно, да, поставьте там сразу все плюсики, сердечко вы тут нажмите, пустите наверх. Так, ну что, еще ждем секунд 30 и начнем. Напоминаю, что сегодня у нас с вами, сегодня мы говорим с вами про Бачесовецкий фонтан, и вечером, чуть позже, в 7 часов, сегодня будет прямая трансляция из Мариинского театра, можно посмотреть на сайте, на ютубе Мариинского театра будет, соответственно, данный спектакль. Ну что, я смотрю, у нас стало чуть побольше, давайте же с вами начнем. Итак, сегодня мы говорим с вами про Бачесовецкий фонтан. Это считается одним из шедевров не только советского балета, да, но, соответственно, одним из шедевров мирового балета. Этот балет был поставлен, представлен публике, первое представление было 28 сентября 1934 года. И считается, что именно этот балет является родоначальником нового жанра, такого понятия, как драм-балет. Вообще, в то время называлось, конечно, чуть по-другому, и драм-балет, само понятие драм-балет появилось уже в конце 70-х, 80-х годов. Но, тем не менее, сейчас зачастую именно так называют балеты той эпохи. Все-таки это эпоха конца 20-х, начала 30-х до примерно 50-х, 60-х годов. Если вы помните, мы относительно недавно с вами говорили про такой балет, как Метный всадник, тоже один из замечающих представителей этого направления в балете. Так вот, с этим балетом много что связано. И по традиции, когда мы с вами говорим про какой-то новый интересный балет, мы с вами говорим, почему этот балет появился. Ведь не просто так обычно Наталья Ночи тема освещается. Почему этот балет появился, кто был, кто те люди, которые поставили этот балет, как это повлияло на все творчество, на их судьбу. Так вот, этот балет, еще раз повторюсь, считается родоначальником нового жанра. Да, до этого, до этого балета, конечно, были уже похожие балеты, уже начинали подходить, но считается, что именно в 1934 году был первый балет, который заложил основу. Мы здесь говорим с вами не просто про новую основу, а про новый бит. Я напомню вам, что в 1934 год, это уже более 15 лет, 17 лет, уже было новое государство. И новая власть хотела видеть, соответственно, немножко другие балеты. Оно считало, что театр должен показывать, как жили люди, да, более, скажем так, приниженные, не просто какие-то там феи бегают, прыгают, как было раньше при империи, да, какие-то там цветы, что-то превращаются, именно показывали жизнь народа, показывали, например, какие-то революционные действия. И это все закладывало основу для нового направления. Не просто так появился именно драм-балет, то есть разные предпосылки привели именно к созданию такого направления. Что стоит отметить еще про этот балет? В этом балете соединились несколько направлений, несколько интересов людей. То есть по отдельности, если мы будем раскладывать отдельно на костюмы, на либретто, на саму танцевальность, на пантомимность и прочее, даже на музыку, несмотря на то, что музыка там шикарная, в принципе, отдельно эти части так бы сильно не смотрелись. Но только совокупность всех частей помогла нам получить шедевры, которые до сих пор, до сих пор пользуются огромнейшей популярностью не только в нашей стране, но, соответственно, изопределенно. Вообще есть такая шутка, шутка юмора, что не было такого театра в советскую эпоху, еще не было такого театра, где бы не поставили этот балет. Действительно, после 1934 года, после премьеры в Ленинграде, на тот момент в Ленинградском театре оперы и балета, он еще не назывался Кировским театром, потому что Кирова убили буквально через несколько месяцев после премьеры, и только после этого он стал называться Кировским. На тот момент еще был Ленинградский театр. Буквально через несколько месяцев, может, чуть больше, сразу же появилась постановка, можно сказать, чуть больше, потому что в 1936 году, через два года, появилась постановка в театре Станиславского в Москве, потом в Большом театре, И дальше, дальше по миру она стала колесить по всему Советскому Союзу, по ближайшим странам, по друзьям Советского Союза, даже в Египте и даже в Японии ставили. То есть эта постановка была обширная. Да, потом уже не только сам Захаров ставил, но уже и другие балетмейстеры переносили. Но тем не менее. Но, как говорится, шутка юмора заключается в том, что на данный момент этот балет идет в малом количестве театров. То есть он идет в Большом театре, в Минске, в Петербурге и в некоторых других больших театрах. Во многих других странах он уже практически не идет. И очень хорошо, что этот шедевр остался в нашем театре. Это, конечно, шедевр. Почему еще это интересно? Здесь, опять-таки, повторюсь, интересно, что привело к созданию. Давайте мы рассмотрим вообще людей, которые приложили руку к созданию этого балета. Здесь стоит отметить таких людей, как Борис Асавьев. Это композитор, который написал музыку. Был такой Николай Волков, который написал либретто. Был еще такой человек, как Радулов. Да, я правильно здесь произношу его фамилию. Прошу прощения, я специально взял подсказку, чтобы не запутаться в фамилиях. Да, Радлов. Был такой режиссер Радлов, который, соответственно, помог принести либретто и помог поставить этот балет, добавить ему. Соответственно, Захаров, который является балетмейстером этого произведения. Еще стоит упомянуть дирижера. Заметьте, раньше мы дирижеров отдельно не упоминали. Но здесь стоит обратить внимание дирижера, потому что дирижером был Евгений Мравинский. Это очень известный дирижер, который считается, что поднял русский симфонический оркестр на новую небывалую высоту, вывел, как говорится, на международное звучание. И не путать, он был племянником Евгении Мравинской, да, не путать. Евгений Мравинский, она все-таки пела и выступала, а Евгений Мравинский, это именно дирижер. Мы еще к этому вернемся. И очень важно, здесь это еще и сами артисты, потому что без умения правильно показывать роль, вживаться роль, показывать не только танцевать, но именно передавать чувства и эмоции, тоже без пятак обе не получился. Среди первых звезд, естественно, кто участвовал, это была Галина Уланова, Константин Сергеев и еще был Петр Гусев. А Петре Гусев мы с вами отдельно говорили еще в прошлые разы. И когда мы с вами встречались в эфире 124 фильм, мы говорили про Китай. Все эти люди, конечно, очень сильно повлияли вообще на историю балета и вообще на развитие балета искусства в частности. Давайте начнем сначала. Кому принадлежала идея? Вообще считается, что родоначальником такого вещи, как хореодрамы, то есть раньше называлась хореодрама, впоследствии стало называться, естественно, драмбалетом. Так вот, родоначальником хореодрамы, предпосылки к хореодраме, все-таки были именно у Афанасьева. Казалось бы, причем здесь Борис Асафьев, не у Афанасьева, у Асафьева. Казалось бы, причем здесь композитор Асафьев. Ну, почему, если мы говорим про балет, да, как это связано? Но связь здесь, в принципе, есть и довольно-таки большая. Асафьев, он был не просто композитором. Это человек, который очень много экспериментировал, много искал, много творил и создавал. Это человек, который очень любил именно национальную русскую музыку и пытался от национальных идей переходить дальше и дальше. Это человек, который начинал, казалось бы, из далеких каких-то вещей, откуда-то издалека, пришел в музыку и стал создавать обширное новое произведение. И, кстати, пожалуйста, поставьте еще парочку лайков, чтобы я видел, что вы все-таки меня слушаете, а не просто фоном идет. Нажимайте, вы здесь вот рядом находятся. Так вот, буквально за два года, в 32-м году, было новое произведение поставлено, которое, так сказать, было предвестником тромбалета. Это был большой успех совместной творческой работы Асафьева, Бориса Асафьева, композитора Николая Волкова, о котором мы говорили, человек, который написал либретто. Эти люди поставили балет «Пламя Парижа». Балет был поставлен в честь 15-летия новой власти, как такой подарок. Если мы помним, что как раз-таки «Пламя Парижа», оно повествует о революции в Авранции, вот эта вот «Красная революция», «Суббота Равенства Братства». Это такая была первая веха, которая способствовала появлению следующей части. И вот на фоне вот этих всех явлений, также написал, можете даже не верить, для Спартака, балет Спартака, который поставил Григоровича либретто к нему, также писал Волков. То есть, насколько было обширно. Другое дело, насколько была интересна судьба у него. В какой-то мере ему повезло, потому что очень близко связь с Мирхольдом в какой-то момент ему могла повредить. А мы помним, что перед Второй мировой войной Мирхольд был сначала арестован, потом вообще убит. И вот эта часть очень давила, конечно. Но, тем не менее, сильно не повлияло. У Асафьева немножко по-другому развивалось. Асафьев был не из очень благополучной семьи, но, тем не менее, он с детства любил музицировать. Повешеновый к нам. Привет-привет. Итак, повторюсь, мы сегодня говорим с вами про бочерайский фото. Так вот, Асафьев с детства музицировал. Он сам смог поступить, на то, что он был из неблагополучной семьи, и сам учился играть на фортепиано. Он поступил в консерторию, где учился, не поверите, у римского, Корсакова и даже у Лядова, что, конечно же, говорит о многом. Эти люди очень сильно повлияли на его творчество. Но самое интересное, что дальше был такой критик Стасов, наверняка его слышали. И вот за счет того, что Асафьев учился и у Римского, и у Лядова, они его познакомили со Стасом, который, в свою очередь, взял его в новый круг, куда входили и Прокофьев, например, и различные известные певцы Мариинского театра, Шаляпин, например, и различные художники. То есть, получился новый круг с новым мировоззрением, которым Асафьев черпал очень много интересных вещей. Асафьев вообще много писал. Он не только писал много музыки, он писал много работ, теории пантеоретических работ. Прожил, в принципе, долгую жизнь, имел очень много премий. Написал балетов очень много, написал очень много опер. У него больше 15 балетов и больше, по-моему, 20 опер. Еще больше у него различных и фактических произведений. То есть, этот человек постоянно чем-то занимался. Начинал он свою карьеру, несмотря на то, что он столько делал. Начал карьеру он обычным аккомпаниатором в Мариинском театре. Дальше он из аккомпаниатора смог вылезти до человека, который вел не просто какие-то классы отдельно, а заведовал и музыкальную часть разных театров. Он даже в Большом театре был. Он и в Москве выезжал, и в Петербурге, и в Петербургских различных театрах. Также заведовал и литературной частью. Он заведовал просветительской частью. Он в консерваториях участвовал. А все начиналось с обычного аккомпаниатора. И тем не менее, он уже, несмотря на то, что в 2009 году только закончил Советскую консерваторию, уже в 2010 году он написал первые балеты. То есть, получается, что к 1934 году это уже человек, обладающий огромными знаниями и опытом в написании балетов, опер и прочего. Считается, что не самый продуктивный был такой период. Это как раз таки до 30-х годов, до начала 30-х годов. Там была масса интересностей, которые он написал. Но, тем не менее, одни из самых известнейших его произведений, которые до сих пор прям все время играются, как «Пламя Парижа», «Советский советский фонар» и некоторые другие произведения, они были написаны в 30-х годах. Так вот, мы с вами взяли таких идейных вдохновителей. Почему еще мы говорим про композитор? Потому что этот композитор решил придумать новую формулировку. Если вы помните, в прошлом, когда мы говорили с вами про художника, Болея Щелкунчика говорили про художника, художник тогда сделал следующую идею. Он именно красками показывал музыку. Он сказал, что есть, каждая нота обладает определенным цветом, и эти цвета пытался транспортировать на сцену. Музыку, которая играет, она как бы показывалась сцами на сцене. Здесь, например, считалось, что каждая нота, почему композитор говорил, что каждая нота тоже выражает определенное чувство. И это чувство нужно также перенести. И получается, что мы с вами немножко уходили от танц-движений и приходили именно к пантомиме. Причем пантомима была не классическая эпоха пятипа, когда был конкретный жест, например, я клянусь, сердце, палец, и все остальное. Люблю, клянусь, женюсь, и прочие. Нет, и другие. То есть, был определенный набор. Теперь же мы переходим к драм-балету, где показывала пластика, была пантомимная пластика не просто конкретной позой, она переходила через определенное движение в танец. То есть, был такой язык общения новый. Идем дальше. Мы еще с вами говорили, что у нас был отдельный режиссер Радлов. Вот у Радлова очень интересная, скажем так, судьба и, наверное, трагическая судьба. Радлов, человек, который приехал к нам из Риги и также прошел довольно-таки длительный путь и очень был связан с театром. Это человек, который за один только 18-19 год организовал минимум два театра. Очень много работал в различных театральных сферах, извините, не театральных, а учебно-театральных сферах. То есть, он не преподавал, он много вытащил молодежи, он много открывал именно театров, связанных как будто, правильно сказать, новое направление театра. Мы помним, что именно в это время у нас начинается новая эпоха театрального. У нас появляется Станиславский, например, у нас есть Мирхольд, и вот Радлов, он очень толкнулся от Мирхольда. Он открывал, например, новый молодежный театр, очень известный был театр того времени, например, новый экспериментальный театр он открывал, театр для Совета, например, и прочее. То есть, много-много вещей он сделал. Также, что удивительно, казалось бы, этот человек, связанный с драм-театром, очень много он переносил, он был связан также и с балетными театрами. Он также работал, даже был художественным руководителем одно время, там, Ленинградского театра опера-балета, Малого театра и так далее. И что стоит один отнести, не просто так была выбрана, выбрана роль Захарова на главном балетмистере. Захаров, несмотря на то, что это молодой человек и балет «Почерсадский фонтан», это первый его большой балет. первый большой балет, такой успех, это все-таки новая личность. То есть, до этого мы с вами говорили про Волкова, про Асавхева и про главного реже Радулова, извините, Радлова, и это люди, которые уже имели большой багаж, большой багаж знаний, уже имели большое имя и вес, то Захаров это как раз-таки новичок, это молодежь, это абсолютно новое явление. Так вот, почему? Почему это интересно? Он не просто так был выбран. Это был воспитанник, причем стоит отметить то, что воспитанник именно Радлова. Именно Радлов пригласил к себе этого человека, потому что Захаров учился у Радлова и даже некоторое время ставил некоторые танцы в его спектаклях, которые Радлов ставил, причем в драматических. в драматических. Естественно, сначала Захаров ставил балеты, ставил танцы только в операх и в маленьких таких студиях или там, например, в драматических различных театрах. Но вот именно балет он стал ставить чуть позже. Да, этот балет выстренул. Именно это была большая ступень его творческой жизни. Другое дело, что в последующем потомки не очень хорошо сказывались про Захарова, потому что считали, что он не так много это и ставил, и так много имеется в виду каких-то жестов, что он немножко был скуп на хореографию, но тем не менее. Этот человек сделал новую веку, сделал новый балет. Он сделал драм-балет, он заложил основу. И этот человек не просто заложил основу, он топил за нее еще следующие 20 лет. Много-много следующих балетов стали появляться. Да, считается, что каждый следующий балет был немножко хуже, чем его первый балет, но тем не менее. Это была основа. Он поставил балет практически по всему миру ездил, ставил этот балет. Он даже потом поехал в Большом-Большом театре. Не просто был главным балетминистром Большого театра, уходим Большого театра, он еще преподавал в Академии. Самое интересное, что он также много теоретической базы давал, много писал работ, много учил новых балетминистров. Хотя, конечно же, уже балетминистры шли дальше, хотели танцосимфонию ставить, например, к симфоническим произведениям, к новому виду жанра текотели. Но, тем не менее, этот человек, Захаров, все равно учил именно драм-балету, очень сильно за него топил. Самое интересное, что свое произведение, Бахчисовский фонтан, свое первое произведение, и драм-балет Захаров подчерпнул из записок Навера. Как раз-таки в 1934 году в России были опубликованы знаменитые записки о балете, письма о балете Навера. А считается, что Навер как один из новоположников этого жанра был. Он очень вдохновился, Захаров. Также считается, что работа некоторых балетмейстеров начала XX века также повлияли. Соответственно, да, тогда мы помним с вами появились русские сезоны Дягирева, и, например, работает Фокина, также, может быть, издалека, но относились уже к драм-балету. Они также могли влиять на творчество Захарова. Так потом, что удивительно, почему я вам упомянул письма о танцах, потому что чуть позже, в 70-х годах, будет написано, Захаров напишет такое произведение, сейчас я вам даже скажу, оно будет называться, секундочку, тоже письма о танцах он напишет. То есть, есть такая отсылка небольшая, именно к Наверу. То есть, у Навера есть письма о танцах, и у Захарова будут записки о танцах. То есть, тоже такая предпосылка интересная, насколько он себя тоже ставил. Так вот, идем чуть дальше. Теперь мы с вами поговорили уже о четырех создателе. Теперь стоит сказать отдельно про Моровинского. Почему нам нужен дирижер здесь? Понимаете, обычно дирижеры делятся на два вида в оперно-балетном театре. На оперных, соответственно, которые дирижируют оперную, и тех, кто дирижирует балеты. Очень мало дирижеров, которые дирижируют и оперу, и балет. Это все-таки надо уметь, надо прочувствовать. Моровинский в этом плане был исключением. Почему исключением? Не потому, что он любил опер, дирижер. Кажется, какие оперы он резко дирижирует, а исключением в том плане, что он дирижировал хорошо балеты. Конечно, больше дирижеры текотятся именно к оперным произведениям, чем к балетам, но тем не менее. Вот у Моровинского был дар. С чем еще это связано? Карьера Моровинского началась, естественно, недавно мы говорим, что в 1934 году была премьера балета, а карьера Моровинского началась с 20-х годов. Буквально 14 лет человек был в теме. Так вот, в 20-х годах Моровинский хотел поступить в консерваторию, и у него не получилось. То есть это один из тех примеров, когда человек, оставший в последующем таким гениальным, очень известной мировой личностью, изначально не был принят в сообщество музыкальное. Так вот, сначала не был принят в консерваторию, но чтобы не терять время, поступил в Ленинградскую академию. Да, тогда еще она не была в Агановской, но в Ленинградской академии, и там работал аккомпаниатором. Также чуть позже поступил, и в Мариинский театр, и также работал аккомпаниатором. То есть начинал так же, как, соответственно, Асафьев, извините, я скорее всего опять напутал, да, как Борис Асафьев, как композитор, начинал именно с аккомпанемента. Был аккомпаниатором. В дальнейшем, конечно, он много учился, и в филармонии работал, также проходил различные курсы, и сделал себе большое имя. Но то, что он начинал как раз-таки с академии, он играл молодым ребятам, которые учились в академии, то есть он проходил различные репетиции балетные, как ставится класс, он прекрасно знал. В дальнейшем он вообще занимался литературной частью, музыкальной частью в академии, отвечал за музыку. То есть этот человек почти 14 лет воспитывался на балетной хореографии, что очень, соответственно, помогло, что очень ему, соответственно, помогло правильно сделать спектакль. Не каждый может, еще раз повторюсь, отыграть правильный спектакль, поставить и саму ноты. Все-таки, как вы помните, когда мы с вами говорили про Ленинградскую симфонию, знаменитый балет Шостаковича, Шостакович тоже изначально хотел, чтобы именно Муравинский оркестровал и играл Ленинградскую симфонию. Но тогда Муравинский был в Новосибирске на, соответственно, в эвакуации. Соответственно, интересно еще, что сам Шостакович говорил, что Муравинский очень, очень сильно подходит, очень правильно подходит к изучению нового материала. То есть он скрупулезно каждую деталь отрабатывает, изучает, переспрашивает. Тогда Шостакович сказал, что только благодаря этому он еще сильнее, Шостакович еще сильнее стал ценить свою работу, еще больше уделять внимание маленьким деталям, потому что каждая деталь в итоге очень сильно изменяет саму слух, как выключить симфонический оркестр. Так вот, мы знаем с вами уже таких представителей. Ну и, соответственно, поговорим с вами про Уланова Сергеева и Петра Гусева. Сама Уланова говорила, что только Мария, а Уланова играла роль в Марии, здесь, из-за ремы, давайте уточним, повлияла на ее творчество. Каждый раз, начиная с премьеры, Уланова не то, что переигрывала, она по-новому открывала именно этого персонажа. Каждый раз она переживала эту роль. Вообще, изначально, не было настолько глубоко прописанных персонажей в этом балете. Это добавил как раз таки Захаров и Радлов. Это именно их затея. Так вот, мы с вами описали предысторию, почему появился этот балет. Мы с вами описали, кто повлиял. Давайте вообще с вами посмотрим, что творилось в тот момент. Вообще, есть такое мнение, что именно с балета по Чезайским фонтану начинается вот эта вот Пушкиниана на советской сцене. Насколько это так? Ну, сложно сказать, потому что все-таки Пушкина ставили до этого. И был ли новый Бахчезайский фонтан? Тоже сложно сказать. Считается, конечно, если мы откроем историю, что Бахчезайский фонтан это единственный балет. Никогда такой балет раньше не ставили. Тем более, естественно, в жанре драм-балета. Это действительно так. Но, если порыться в истории, то можно найти, что в 30-х годах 19 века, 30-40-е годы, была попытка Фокина, ой, извините, не Фокина, а Тальоне, причем Тальоне отца, не Марии Тальоне, а отца Тальоне, поставить некий похожий балет. Скорее всего, он немножко по-другому назывался, но тоже использовать пушкинские мотивы, Пахчезайский фонтан и Кавказского пленника на слиянии этих произведений. Далее считается, что еще одна гастрольная труппа в Воронеже ставила похожий балет, даже с похожим названием. Потом, дальше, если мы пойдем, то уже на стыке 19-20-го века Нижинский, причем Фома Нижинский, не стоит путь с фасловом Бронислава Нижинский, это дети. Именно отец Фома Нижинский, он ставил много балетов и один из балетов был тоже Пахчезайский фонтан. Другое дело, что таких больших упоминаний про постановки Фомы нету, их можно встретить, если вы читали воспоминания Бронислава Нижинского, вот у нее есть воспоминания о том, что они приходили на такой балет, но вот таких больших сведений не осталось. Вообще, Пушкина довольно-таки много ставили, того же Кавказского пленника, например, очень много опер поставили, но, если так грубо смотреть, то до 1934 года практически 30 лет постановок Пушкина на сцене не было, были только в основном или возобновления, или оперные. Но как такого большого целостного спектакля как Бахчезайский фонтан не было. То есть, в этом плане действительно новое произведение отдельное. Что стоит еще интересно отменить? Все, кто побывал когда-либо и, соответственно, Бахчезарая, да и сам Пушкин, всегда удивлялись, почему столько всего известного про Бахчезайский фонтан, столько влияния, но сам Бахчезайский фонтан такой маленький, неприметный, слезы и так далее. Пушкин, так же, когда был Бахчезарая, то же самое сказал, но, тем не менее, история, которую ему рассказали, вот эту легенду, которую ему сказали, очень близко была им принята, и он написал свое произведение, свою трактовку. Соответственно, чтобы раскрыть больше сюжетную линию, люди, которые ставили балет, да, то есть Захаров, Радлов, придумали, да и Волков, в частности, тоже немножко, скажем так, новых персонажей, точнее, не просто, а именно новых для того, чтобы раскрыть внутренний мир, внутреннее содержание. Так у нас немножко поменялся, например, отец, он стал князем у Марии, появился Вацлав, появились набеги, да, изменилось само состояние Марии, то есть, если у Пушкина она была совсем юная, не знала любви, то здесь мы говорим, когда мы говорим про балет, здесь у нас идет именно свадьба, то есть, соответственно, идет набег, татар, и они прибегают в польский замок, где идет свадьба, отказали к свадьбе, поэтому здесь немножко другие мотивы. Вообще, балет ставился на противопоставлении, и Осавчинев специально писал даже отдельно, на противопоставлении одной культуры, славянской культуры, и, соответственно, такой вот южно-восточно-татарской культуры, такой дикостей немножко, все-таки более дикие, наверное, танцы, показаны, более страстные танцы. И вот это противопоставление очень сильно видно. Сначала балет состоял из четырех актов пролога и эпилога, причем эпилог и пролог примерно повторялись. То есть, грубо говоря, у нас получалось вначале в эпилоге мы видим хана, который грустит около фонтана, потом идет все действие, и в эпилоге снова хан, который грустит около фонтана. Давайте еще чуть глубже Асафьев написал оригинальную музыку. То есть, изначально у Асафьева был такой план, что если мы говорим про определенность, про определенную тематику, то мы берем авторов той эпохи. То есть, когда он писал «Пламя Парижа», там основная музыка это Краманьонова и Марсельеза, да, он брал эту Марсельезу и ее перекладывал, брал авторов, композиторов той эпохи, тоже их переделал. То есть, по факту, это, грубо говоря, была переделана музыка. Здесь же Асафьев понял, что нету тех композиторов, то есть, дублинковской эпохи как таковой тогда не было в доступе. И она, может быть, не особо звучала. И пришлось Асафьеву абсолютно новую взять музыку. То есть, Асафьев здесь написал новую музыку, но он отталкивался именно от природы. Он писал, он пытался показать ту музыку тех авторов, которые были именно тогда. Что еще интересно, почему мы об этом говорим, почему, опять-таки, Бахфонтан был взят. Потому что, соответственно, Пушкин так и иначе он относился к революционерам. Как раз-таки, эта эпоха была последекабристская эпоха написания. Это все было связано с таким подъемом. То есть, на фоне этого можно было приплести Бахфонтан к революционным движениям. Потом, что еще интересно, почему, опять-таки, мы про Асафьев говорим, про эту музыку Асафьева. Он также использовал именно... Он, конечно, хотел и получилось взять эпоху как раз-таки революционную, эпоху декапристов и так далее. Мы опять-таки это приносим, напоминаю, что у нас была советская эпоха. Идем с вами еще чуть дальше. На мой взгляд, я вам повторюсь, что Асафьев, он был одним из учеников революционного Корсакова. На мой взгляд, вот это противопоставление славянской культуры и татарской культуры, которая есть в этом балете, есть отсылка именно к опере «Князь Игорь». Если вы помните, в «Князь Игорь» тоже есть несколько постановок, есть где двух актов «Князь Игорь», есть где четырех актов «Князь Игорь». Так вот, «Князь Игорь» тоже конкретно разделен. Первая часть оперы это, соответственно, славянский князь, вторая часть оперы это, соответственно, пленение, у хана пляски, мы видим с вами половцев и так далее. То есть, тоже такое противопоставление. На мой взгляд, это противопоставление также было перенесено и здесь. И все-таки, давайте пойдем чуть дальше, теперь поговорим о самом главном, соответственно, о чем мы собрались здесь, о хореографии. Хореография здесь была решена новым способом. Опять-таки, если мы перейдем с два года назад и поговорим с вами о таком болезни, как пламя Парижа, который мы можем сказать, как предысточник, там мы с вами видим еще классическое разделение на танцы, на разделение по номерам, на разделение на адажу, вариацию и так далее. То есть, там же идут именно номера. Несмотря на то, что есть целиковая сюжетная линия, она со мной делится. Здесь же мы с вами говорим абсолютно про новый стиль, про драм-балет. Драм-балет на номера практически не делится. Очень редко, когда он делится на номера. То есть, мы с вами видим, как вот спектакль, или как фильм, грубо говоря. Вот он как начался, так идет, 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 и где-то здесь закончился. То есть, так, что кто-то потанцевал, вышел один, покланился, покланился, там, зрителям, императору и шел. Причем, не забывайте, что поклоны, которые пришли посмотреть, поэтому тоже они были вставлены, так, немаленькая часть, чтобы они, спасибо, ушли. Так вот, здесь же, во-первых, императора уже нету, советская власть, во-вторых, все-таки, сюжетность меняется. Вдобавок, опять-таки, мы с вами говорим, что Захаров, который является главным буретмейстером, был учеников Радлова, а Радлов, еще раз повторюсь, втопил за ту же новую вещь. Он прописал не только новых персонажей, он как режиссер, он добавил только новых персонажей, который стал переходить в пантомиму, пантомимный язык стал, причем пантомимно-танцевальный, именно этот язык стал ставить Радлов, то есть, извините, стал ставить Захаров, то есть, Захаров, он ставил не столько танцевальный балет, сколько пантомимно-пластическое действие, да, мы видим, опять-таки, разницу. Что еще интересно, он придумал не просто новые сюжеты, передачи, жестов, а именно новых героев, то есть, например, тот же хан, Хан Гирей, раньше, в произведениях, он не был приписан, как показан на сцене, Хан Гирей имеет свою походку, то есть, у нас теперь есть не просто красивый балетный шаг, как раньше, а у нас каждый персонаж имеет свою походку, походка, она уже показывает, какой есть персонаж, мы с вами видим жесты, у Хана, жесты Хана, его язык, он отличается от жестов Вацлава, это мы видим не только в образе, только, мы видим, во-первых, Вацлав, например, моложе, да, то есть, немножко другая походка, мы видим взгляд, мы видим поднятие рук, мы видим движение кистей, также у нас каждый жест, еще раз повторюсь, танцевальный, то есть, я не просто перешел, встал, я перешел сюда, а я через танец перешел, показал сюда, через танец перешел дальше, у нас теперь каждый жест, каждое движение танца, что это означает, вообще, в принципе, после трамболета, такая вещь, как, а что это означает, вот этот вопрос, он практически стал отпадать, то есть, человек стал больше понимать, мы практически без программки, можно прийти и понять, о чем говорят, несмотря на то, что люди танцуют, в этом плане, конечно, это огромный шаг вперед, вообще, еще раз повторюсь, отсылка к советской власти, почему это еще нужно было, у нас появляется такая тяжесть, то есть, если раньше, несмотря на то, что были и большие помпесные балеты, та же самая спящая красавица, у нас таких, скажем так, более бытовых вещей на сцене практически не присутствует, с приходом советской власти, у нас появляются более тяжелые костюмы, более тяжелая обувь, у нас появляются больше характерные обуви, и Хангири ходит у нас откровенно, в характерную обувь в носах, в таких задранных, у нас появляются, там, например, комоды целые, причем, не просто какие-то оплегченные, а нормальные, хорошие комоды, там стоит, если какая-то, какой-то стул, то это прям стул, он там чуть ли не полностью вырезанный, да, то есть, у нас появляется, такая полная, глубокая стилизация, интересно, еще в первом акте, была показана, соответственно, такая вольность, польская знать, мы видим с вами такие костюмы, как они танцуют, краковя, как они танцуют, переходы, да, такая, может, голубая классика, у нас в вас, показаны именно классическим, голубым таким танцором, причем голубым, если в хорошем плане, вот, Хангири у нас показаны, абсолютным антиподом, интересно, что таких вещей, как, например, танцев, вот этих татарских танцев, и, соответственно, норали, одного из главнокомандующих, героя, их не было в произведении раньше прописано, они отдельно были специально прописаны и созданы именно для этого балета, естественно, что мы с вами видим, что получилось снова, у нас здесь совпали различные жанры, у нас здесь совпали различные мысли, вот люди, которые философствовали насчет, появления балета, они здесь совпали, взяли хорошего, нового молодого хореографа, которому можно было в определенный, скажем так, в определенный момент манипулировать, навели ему это все, и создался новый, еще раз повторюсь, пластический, пантомимный балет. Да, у нас есть несколько вариаций здесь, у нас есть даже, но по факту в основном здесь это переходы, здесь очень сильно актерское мастерство, то есть без умения актерского мастерства этот спектакль невозможно было сделать, и если бы Сергеев, Уланова и Гусев не умели бы правильно показывать, не умели правильно переживать, спектакль бы просто не состоялся. Еще раз повторюсь, это очень сильно сыграло на карьере, вообще после этого спектакля стало считаться, что любой артист балета должен быть не просто артистом, а еще и актером. Актерское мастерство стало одним из важных инструментов для того времени. Другое дело, что это стало идти к следующему, к некой деградации танца, потому что уже в 40-х, 50-х годах многие стали писать, что люди на сцене уже не столько танцуют, сколько просто ходят, машут руками, и вот мы с вами видим просто такие переходы, и руки подняли, и присели, и вроде как всенародные такие танцы куда-то разошлись. Еще раз повторюсь, да, это, скажем так, последующее, к чему привело к одной из ветвей, но и были позитивные моменты. Теперь у нас все следующие балеты, даже балеты того же Григоровича, балеты Боярчикова, и всех остальных, они также отталкивались именно от драм-балета, поставленного в 34-м году, вот к этим эмоциям, к этим чувствам, которые, соответственно, были заложены. Еще раз вам советую все-таки посмотреть этот балет. Балет очень красочный, он длинный, шикарная музыка, очень интересно, переработанная либретта, специально, повторюсь, дописаны новые персонажи. Эти персонажи созданы для того, чтобы подчеркнуть внутренний мир того или иного героя, почему он так делает. Поэтому стоит сегодня, если у вас есть возможность, зайти и посмотреть на сайте Мариинского театра этот балет, вообще стоит на него сходить. Повторюсь, балет может быть и длинный, но очень интересный, шикарные танцы польские в первом акте, шикарные танцы, соответственно, татарские в последнем. Будем смотреть на то, как переживает Хан, все-таки не часто мы видим таких персонажей, таких, скажем так, мужских, сильных мужских персонажей, которые именно ходят переживать, они просто командуют там голову сплечь и все остальное. И потом, не забывайте, здесь у него особый образ, здесь Хан вообще не танцует, если мы до этого привыкли, что каждое действующее лицо должно постоянно танцевать, здесь же Хан не танцует, здесь Хан больше передвигается и играет, это больше актерская роль. Но, тем не менее, очень важно. И ни в коем случае не стоит сравнивать Хана с, например, тем же самым злым гением из Лебединого озера. Это абсолютно разные персонажи, и они абсолютно по-другому сделаны. Повторюсь, здесь у Захарова каждый персонаж имеет свою отдельную мимику, пластику, и каждый персонаж зачем-то присутствует на сцене. Здесь мало людей, которые просто так дополняют массу. Все персонажи зачем-то сделаны. И, кстати, извините, немножко отвлекусь, вернусь к Провинскому, когда я вам рассказывал про восстановление Моровинского. Моровинский начинал свою карьеру в Моровинском театре не только как аккомпаниатор, но и как человек. Ну, тогда называли мимами, как артист миманца, то есть человек, он присутствовал на сцене и играл также роль. Это играл. Да, он там где-то стоял, сидел, передвигался, был артист миманцем, но тем не менее. То есть это тоже интересная такая судьба. Да, я вам немножко не сказал про судьбу Радлова. У Радлова на самом деле была трагическая судьба. После того, как у него был такой успешный, 20-е и 30-е годы, когда он открыл столько новых театров, разглавлял новые театры, делал различные жанры и прочее, началась, соответственно, Вторая мировая война. И во Вторую мировую войну вместе с семьей и со коллективом своего театра, который называется, кстати, Театр Мастерская Радлова, Театр Ленинсовета был еще, был эвакуирован в Пятигорск. Потом Пятигорск был взят соответственно немцами и оттуда уже немцами перевезен сначала в один город, затем перевезен в Берлин, а потом из Берлина перевезен вообще на юг Франции. Потом война закончилась, казалось бы, все хорошо, оставаясь его на юге Франции, но Радлов вместе с женой переехал в Париж. Некоторое время он прожил в Париже, к нему пришла русская депрессия и пригласил его вернуться обратно в Советы. И в 45-м году вместе с женой вернулся Радлов, казалось бы, все хорошо, сейчас новая жизнь, снова ему дадут театры, а он ставил очень много вещей, но тут его обвинили в госизмене и на 10 лет сослали в лагеря. Что тут печального, что он, причем сослали не только его, но и жену, жена через 3 года умерла, в лагерях Радлов еще через 10 лет вышел и вернулся обратно. Напомню, что Радлов был из Риги, вернулся в Ригу, потому что через 10 лет, несмотря на то, что он вышел, ему запретили, его не реабилитировали, ему запретили въезд и работу на территории, соответственно, Денинграда и Москвы. И Радлов, вернувшись в Ригу, стал дальше там ставить различные свои театральные постановки и также снова поднялся не только помощника режиссера, но и режиссера. Еще потом через 3 года с него сняли уже этот запрет и реабилитировали, но тем не менее уже столько времени прошло и еще через пару лет он умер. Поэтому немножко трагическая судьба, но зато такая интересная картина, такое приобретение судеб у людей. Мы с вами заметили, сколько разных людей принимали участие в постановке этого балета, вообще введении создания этого балета и вообще как у них потом сложилась эта судьба. Хочу вам заметить, что за этот балет, вообще за балет этих эпох и Мравинский, и соответственно Захаров и остальные получили очень много госнаград, госпремий и получили очень, скажем так, большую популярность не только в России, но и за рубежом. Ну что ж, я надеюсь, вам была интересна моя лекция. Если у вас сейчас остались вопросы, пожалуйста, напишите. я здесь успею ответить. Вот, лайки пошли, наконец-таки, спасибо вам большое, поставьте плюсики, что вы меня слышали. Еще, если есть вопросы, напишите сейчас. Вот, и соответственно, сейчас самая интересная тема это средства донатики, если есть у вас желание и возможность, будем рады принимать донаты. И самый главный еще вопрос, который я задал в самом начале, Алена, спасибо. В самом начале, мы с вами очень часто сейчас встречаемся, у нас, несмотря на самоизоляцию, много балетов онлайн идет, и мы проводим новые лекции. Давайте мы же с вами придумаем название для моих вечерних лекций и будем как-то наш кружочек называть, там, вечерние лекции у Леонида, например. Пишите свои названия мне, пожалуйста, в сообщении, мы обдумаем и будем как-нибудь называть их. Лера, спасибо за лайк, это раз. Потом, если у вас есть желание обсудить еще какой-нибудь балет, да, впереди у нас много прямых трансляций, или может быть отдельный балет вы хотите, чтобы я вам рассказал, также, пожалуйста, пишите, вот, я вам отвечу на все вопросы. Напоминаю, что сегодня в 19 часов на сайте Мариинского театра будет прямая трансляция. Мне почему-то сообщение не удалось, надо же, смотрите, удалось написать сообщение, я напишу один номер, надеюсь, он вам понравится, вот так, 5, 3, 6, вы мне, пожалуйста, напишите сейчас сообщение, если вы еще не ушли. Так, вот, пишу лайки, лайки ставьте, так, так, и последний, вот сюда, отлично, вот, отправляю вам сообщение на всякий случай, вот так, вдруг вы что-нибудь захотите закинуть. еще раз, спасибо большое, смотрю, что вам, видимо, было все понятно, раз нету никаких вопросов, если остались, пишите мне в личные сообщения, эфир еще продлится, 24 часа сможете посмотреть, ну, на другие вопросы будем отвечать. На всем я вас целую, спасибо большое, что были со мной, до новых встреч, пока-пока.